Нас сегодня много, все правительство, вы не думаете, что туристы сидят, это правительство, это министры, просто они решили сегодня не заморачиваться и одеться по погоде. Вначале небольшая шутка о погоде, а после серьезные темы. Больше всего жителей района волнует полное отсутствие автомобильных дорог. Это крик души, наша дорога. Там еще есть у нас участок, мы же заезжаем в Баунтовский район, потом в Иравнинский район, Телимба, там от границы от Канды до границы с Читинской областью 20 километров, там вообще нет дороги, там чистое болото. В следующем году у нас заложено 20 километров взрыв, 264-284 километра, но дальше будем делать. Речь шла и о поддержке предпринимателей. В Бурятии за последние 7 лет по федеральной программе поддержки малого и среднего бизнеса выделено более 450 миллионов рублей. Эта сумма – хорошая подспорья для бизнесменов. Однако в 2017 году федеральная программа заканчивается. С 2018 года мы обсуждали и мы в бюджет будем закладывать, то есть там, ну, сумму сейчас не буду называть, но республиканское софинансирование фондов, оно продолжится. Речь зашла и о строительстве еще одного детского сада. Сегодня в райцентре три дошкольных учреждения, однако этого не хватает. Более сотни семей в районе стоят на очереди. Мы сейчас что делаем? Ну, в принципе, нашли инвесторов, сейчас пытаемся срастить финансовую схему такую, чтобы разом все детские сады заказать, нам сколько, не помню, если 10 надо, чтобы инвестор сейчас все сразу построил, а мы бы с ним там лет 10 рассчитывались. На каждый вопрос жителей Иравненского района будет дан письменный ответ, когда будет решена та или иная проблема. Иван Подберезкин, Евгений Жамцуев, АТВ.